всем привет это vlog squad и сегодня довольно простой ролик я короче решил раскошелиться и 24 часа говорю андрею да с бюджетом в 1 миллион рублей он делает абсолютно все что угодно с кошелиться пиздол деньги рекламные влог складовский тратит обычно мы их делим и тратим на ролик и ну например какие-то гляделки там просто миллионов все чтобы организовать а здесь ты хочешь просто отдать мне все деньги во первых это мои деньги потому что никакие рекламные деньги мне еще не пришли а во-вторых да я все деньги готов отдать сегодня андрю и ты не будет гореть 24 часа да на все что я захочу да вообще на все что угодно и вы начали вот да я лучше чем ты на влог складе да это все что он хотел за эти полтора года услышать ты часто нахаливаешь меня на деньги да как бы правильно понимаю что твой самый любимый блогер это кобяков да так как у меня миллион рублей а я могу долги свои повозвращать ты можешь все что угодно сделать но если просто сейчас будешь 15 минут возвращать долги это будет скучно я думаю мы сейчас снимем дирижабль полетим в акапульку а он просто хочет долги мне по сути мне вообще ничего не надо я я бы наоборот хотел всем подарки взять я предлагаю там поедем к эксайлу я хотел ему очень кое-что подарить со стримхаты потом мы поедем купим не до вещей клёвых а кстати влад ты тебя и в жопу когда-нибудь а мы можем полететь куда-нибудь ну у нас уже есть авиасейлс конечно можем авиасейлс мне тоже сегодня да говорят авиасейлс всегда он говорит да мы полетим я могу тебе не рассказывать когда мы полетим да приятно иметь дело наконец-то справедливость восторжествовала и наступил мой день стань на колени ты можешь стать на колени да ребята обязательно подпишитесь на канал и досмотрите это видео до конца я еще не знаю к чему это все приведет давай так когда приходит официант твоя задача на коленях есть сказать я пик вас очень громко хотел сказать я пи***** все спасибо ладно ладно на самом деле ты можешь не выполнять все мои прихотяги просто дай мне миллионы но я не буду тебя мучить бы кстати есть такая тема что и по-любому нас люди которые напишут а почему вы горилле ничего не купили почему вы не поехали там не подарили кукояком чего-нибудь а почему мы это не сделаем разве мы это сделаем в следующих роликах может еще в каких-то но мы же не можем хрон растянуть на 8 часов и у нас всего миллион я вот как чувствую вот надо вернуть долги вот это важно а подарки кукояком дарить что за лгами друг извинись дорог как дела короче мне власть у меня сказал что будет весь день горит да все что я захочу и я решил что у меня все есть короче я хотел это сделать когда твой ролик снимали где ты мне деньги дарить потому что я должен тебя отблагодарить за карьеру короче он дал мне задание кое-что тебе купить эта штука весит порядка 35 килограмм может и может может 30 это что она такая техника короче ты мне сказал что тебе это очень хочется в один момент имеет сказал скажем так это было на некой короче хоть подсказок пусть смотрят дорого стоит да мы купили про самый дорогой москве это самый крутой гироскутер который мы нашли в москве без шуток реально самый крутой короче мы когда были на стримхате илья влюбился в гироскутере как мне показалось я возможно не прав и показал интересно работает сейчас ты гонишь да я же катался зимой на нем нельзя кататься у фары даже есть это он разряженный там bluetooth есть ты можешь слушать там дабстеп или что ты слушаешь мы у него купили гироскутер на авито а типа с нами ты не хочешь спасибо или ему на надеюсь на обоим без его желания не получил какие еще не работает честно тебе скажу нет ничего круче чем комнате своей сидишь встаешь на гироскутере поехал на кухню как я обожаю набивать цену подарком я подарил парадевичу фонарик на день рождения и просто каждый раз говорю что это самый лучший подарок в истории человечества и мне кажется он уже сам поверил хотя ему кости плохой парень машину подарил кстати влог про то как я подарил парадич подарок и фонарик и есть на моем канале 100 можете узнать ссылку я же как угодно могу тратить вообще короче я давно ездил с хозяевами в дубай мне лёша кореш занял деньги и вот я ему уже триметься не могу и скоба переду от 30 115 сколько вот только единственное мне как-то стыдно мне стыдно просто вернуть долг я бы еще ему какой-то подарок на твой счет который придумал царик мы уехала или снимали видео где илюха нам дарил подарки и эксайл подарил лёхе самый крутой дорогой матрас я предлагаю подарить лёхе корешу самую дорогую подушку ты сколько тысяч за 30 за сколько там чуть телевизор построить ну окей этот один все будет как и скажешь но покупаем долями потому что ну как-то уж слишком бюджетно сейчас выйдет долями это как долями это приложение где ты можешь оплачивать лишь 25 процентов от покупки но остальное потом сервис полностью бесплатный и уже включает в себя более полутора тысяч магазинов партнеров и этот список постоянно пополняется так что там точно есть магазин с подушками кстати я сейчас посмотрю подожди ну смотри просто дофига подушек приложение долями сейчас выберем самую дорогую все заказываю обалдеть а там есть что-нибудь для зимнего отдыха да там все есть трилл спорт спорт марафон траектория там как раз найдешь экипировку на любой вкус совершите покупки легко в оффлайн и онлайн магазинах без комиссии кредитного договора проверки кредитной истории и переплату самое то что ты больше не занимал денег у лёхи как это работает сформируй корзину в любимом магазине выбери способ оплаты долями введи номер телефона и оплати первую часть оплачивать можно картами любых банков оставшиеся три доли спишутся автоматически с шагом в две недели покупать долями легко переходите по ссылке в описании чтобы самим попробовать доля это самое дорогая подушка мне даете да пусть и просто Реально? Да. Реально радостный? Да. Она с одной стороны ортопедическая, а с другой стороны обычная. Серьезно? Да, такая привычка для людей, которые хотят перейти на ортопедическую. Вы что-то ебут? Ортопедическая подушка убирается под тебя, под твою шею и под твою вот эту высоту. Я знаю. Ты помнишь, я тебя за шею трогал? А-а-а. Я запомнил. В реальности? Да, да. Спасибо. Короче, мне Влад сегодня 24 часа говорит, да? Я решил всем, кто мне помогал. Смотрите, что устоит. Всем, кто мне помогает, развязать приятно. Только я и два школьника не пойму суть подушки и матраса. Люди, честно, я понимаю. Я когда купил себе вот все, я СФУ комплект купил, подушку плюс. Это вообще другое уровень. Жизнь меняется. Вообще полностью. А когда у тебя шестнадцатая, то не поймешь. Ты не поймешь этого. И еще, Леха, я тебе денег должен. Да. Мне как раз зарплата пришла 1100. И еще 5000. Я должен, мы что-то спорили. Ты помнишь? Спорили на то, что ты познакомился. У оператора сколько зарплат? Десятка. Пятнадцать. Сколько? В день? Пятнарик теперь в день. Держи. Бери, бери. Работягам нужно помогать. Ебать. Вам в какую сторону? У меня обед и штаны спадают. Давай я поправлю. Пятнадцать. 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 Влад, отмени это. Монтажер сделайте сейчас, как будто мы идем по Майами. Как тут тепло. Ой, какой теплый ветер. Сколько бюджет на весь день мой? Миллион рублей. Тогда, ну и сорян, мне надо шмотки купить. Хотите снимать, хотите нет. Кстати, это реально факт. Вот здесь я полностью его поддерживаю впервые, наверное, за... У него ужасно мало одежды, и она вся ужасная. Домой! Все зависит. Пятнём потерял. Да хуй! Подсечка, это не его. Ладно, я тебе, знаешь что? Я подарил Лехе подарок. Я тебе тоже подарю. Я хочу 1100-120 потратить здесь. В магазине одежды моего любимого. Пойдем. То есть он мне дарит мои деньги? А я тебе дам еще денег. Моих денег? Да. Кстати, на мне куртка пара 9. Короче, чтобы вы понимали, у него настолько плохо с одеждой, что ему вещи дарят. Друзья. Заходи, выбирай что хочешь. Я даже не знаю, я никогда в жизни не брал вещей на такие деньги. Я даже не знаю, сколько это в количестве. Я всегда мечтал оказаться на месте тех чуваков, которые приходят и покупают все подряд. Ладно, чтобы вас не томить, мы вам, наверное, сразу покажем Луки. О, вот это вайп. Мне идет шапка? Да. Идеально. Такой образ, знаешь, во фридрончике. Вы знаете, что Влад попал на канал? А, то, что его мама кучу денег дала. Дим, а тебе что-нибудь надо? Давайте что-нибудь купим. У тебя бюджет 10 тысяч. Смерим. Получается, что Андрей дарит мои деньги мне, а я их передариваю Диме. Куртка вообще огонь. Дай проверим ее на прочную. Ох. 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 Бля, какая футболка епейшая, бля. Просто. Меня реально дал Парадеевич куртку поносить, потому что у меня нет куртки. До этого мне Дилблин дал поносить куртку. Я просто не финансово неграмотный. Я все деньги трачу на хромаке его откупил недавно, офигенный. Я купил, ну, по приколу, да? Трусе Мпори Армани. Сколько там все выходит, скажите? Нужно будет скалькулировать. Давайте. Настроение топ. В шопинге главное, в шопинге главное вместе с нами. Кстати, я знаю, что здесь пара 9 еще одевается. Я думаю, нам дадут промокод. Уже дали промокод. Промокоду вот такому у вас тоже будет скидка в этот магазин. Ну, в стор, это про моду и про стиль. Какой-то крем. ХЗ что, губнушка. Еще какой-то крем. Зубная щетка. Расческа. Для ног ложка и вилка. Ручка. И жопу вытирать. Мне не так страшно лететь, потому что я в говно пьяный. Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать на борт самолета авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии. Влезли. 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 когда выйдет меня мама скорее всего просто ошалеет а вот бабушка она заплачет у нее она у нее поднимется температура она начнет валерьян купить я вот вам на сто процентов мангую моя бабушка заплачет просто офигеет папа тяжело предсказать реакцию но мне кажется папа просто начнет смеяться в голос у нас очень похожий характер он тоже типа завозила приколист поэтому я думаю что папа просто начнет смеяться и шутить отшучиваться чтобы скрыть свои эмоции в детстве мы смотрели с папой фильм хатико и в самый грустный момент он сидел и так он говорил к собака пес гребаный пес вонючка короче будет угарном я еще есть младший брат ему 6 лет я думаю мы его научим жизни даже я вижу его раз в 6 лет еще мы увидим моих котов вот наруто кот хазбик и собака тунец это мои самые любимые животные за всю мою карьеру животное дети я думаю мы под полет подставим какой-то вайбовый трек максимально хороший добрый американский в стиле фильма сайном гостингом это покупал подождите по цене вы определились давайте обсудим мы не с москвой полтора давайте поторгуем сюда давайте плачу 2 не давайте так я 2 500 и поехали перебиваю я перебиваю 3000 плачу трешка до 3500 ты дурак и реально 3500 паркерка пятерка плачу предоплата не шучу все пятерочка давайте без шуток и еще я круче чем красивее обожаю эту жизнь сиськастый лох безусловно ты обезьяны воняешь кисликом не надоело я понимаю что ты мне весь день говоришь да но даже это скучно слышь и занятие повеселее чем издеваться надо везде козел и какой например можем поиграть в аризона мобайл аризона мобайл знаю знаю я хочу там стать главой мафии а ты будешь маяк моя крыса главное ты будешь моим подчиненный прям будешь всю грязь за меня делать и мы с тобой вместе там этот город весь захватим да да аризона мобайл ведь это многопользовательская игра с тысячами игроков невероятной атмосферой и миллионам возможностей становитесь тем кем всегда мечтали приобретайте и тюнингуйте под себя эксклюзивные дорогие тачки уникальная система кастомизации позволит вам превратить даже самую дешевую развалюху произведение искусства играйте за бандита и участвуйте в схватках за бизнес и территории подчините себе все ключевые предприятия в городе и станьте самым влиятельным преступником штат а может быть вы хотите вместе с друзьями стать на защиту правопорядка в лос-сантосе пожалуйста вступайте в ряды полиции так что присоединяйтесь к нам в игре вводите наш промокод present squad и давайте покорять вершины вместе а на пятом уровне вас будет ждать бонус конкретно от меня мы уже играем на аризоне а ты я так и не понял а вы договорились по цене или что все давайте я плачу вам 5000 официального на камеру господи вот все держите я положу на сиденье с ними на камеру что и все видели комфортабельно а можно музычку мы с кайфом договорились ну это от души ребят от души да ну все тогда большое вам спасибо давайте чувак вот первая достопримечательность гандбольный клуб виктор а прикинь тебя спрашивают и причем ты занимаешься ты говоришь да я спортсмен играю за виктор там на самом деле у нас поселке ну там модно было одно время говорить а вы знали что виктория эта победа у нас тоже до магазинов все называется виктория у меня знаешь какой вообще сказали заехали тут сразу же типа плохая дорога но в плане что все замалено каким-то снегом и наших фильмах ужасов где американские студентики едут куда-то тут похоже вайпы типа американский городок такой короче кто смотрит это видео с поселка городского типа раздвянный всем шотаут я тут вырос здесь нормально себе вел немножко хулиганил с пацанами короче такая проблема что у меня просто панический атак я вам я 7 лет здесь не было просто еду справа я первый раз курил слева я первый раз пивасик пил идет бабушка я эту бабушку то моя учительница идет какой-то чувак этот чувак мне диски давал с наруто вот это вы мы въезжаем в двор моей бабушки просто чувак у нас жесткая проблема давай я скажу я примерно помню квартиру бабушки могу позвонить доставка цветов давай давай здравствуйте доставка цветов а кому это вам вам все верно людмила андреевна 0 андреевна все верно а и 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 Заходите, раздевайтесь. Ты первая, кому приятно. Андрей, ну вот эта прическа мне не нравится. Ты же знаешь, бабушка ж любит, чтобы было вот так. Нам же видела, чтобы ты в обморок упала от уделения. Я в обморок упасть. Я хоть бы нарядилась, а халат красивый надела. Дай я халат красивый надену, бы она упала. Стоит здесь, а можешь пальцем щелкнуть? Как? О, вот этот халат другое дело, реально. И где упасть? Ну, короче, мы новогодние подарки развозим всем. Да молодцы, вы молодцы, браво, браво, браво. Это ваш новогодний подарок. Ой, это не надо, ребята, ну зачем? Вам нужнее, вы молодцы. Нет, у нас их очень много сейчас. Андрюша, правда много? Ты же леди мне. Меня доверила соус, бабушка. А то ты мне вот черню поешь, вот это вот, понимаешь? Не, мы наркотики продаем. Ты что? И чтоб не матюкались, милый эфир, я глядела. Все хорошо, но матюки не нужны. На, ты матюки. А можешь вернуть, ну это для камеры? Да. Да я шучу. Да мне долго, надо и папу перехватить пока в Ростянном. А можете, можете позвонить ему, сказать, что там надо починить телевизор или... Скажите, там, не знаю, часы сломались. Что-то сломался. Давай хазбика поймаем, давай вылавливай его. Есть. Алеша, здравствуй, ты еще в Резвянном. Ну ты можешь ко мне на пять минут заехать. У меня тут кран прорвало, но надо перекрыть. Там у меня и гайки есть, и все у меня есть. Ну заедь на пять минут, пожалуйста. Как надо папу, чтобы удивить, может, спрятаться? Зайдете, вот сюда он ко мне зайдет, а вы в зале будете. Короче, Кота зовут Хазбик в честь Хазбулы Магомедова, известного бойца. Это ж хозяин твой, глядь. Я пока еще не хозяин. Проходите. Я ж не пройду. Сюрприз с самого Нового года. На долго приехал? На 1-2. Как я соскучилась, а когда 3 не видала. Каких 3? 7 лет. Он сказал 7. Ты что, 7? Ну-ка, загну. 5. Он врал все то время, получается. 7. Ну да, первый год за 2 шел. 7. Первый год, последний. Ну все, до свидания. Все, до завтра. Сюрприз на варенник там наш. Здрасьте. Здрасьте. Как дела? Завтра на дачу поедем все вместе? Ага. Мне Андрей только про вашу дачу рассказывал, что... У меня не президентский люкс, но... Короче, я думал, что так приедут с Васей и Колей из списка сюда. Я интервьюирую, у тебя тоже неплохо. Как будто с жениться приехал, беременна 16. Эй, вообще-то я за жениться приехал. Сегодня назначу свидание от твоей мамы. Будешь называть меня папой? Здрасьте. Здрасьте. Достался свидетель. Господи, здрасьте, я в таком виде. Заходи. Блин. Вообще я в шоке. Как сэр попал. Заходите. А мне зайти? Аааа. Мама, я рада. Сволушка. Так, это вам вообще, я все сделаю. Заходи. Ты так вообще не удивляешься, как будто каждый день приходит. Нас сдал кто-то? А вы знали, что мы тут шоке? Нет, я в шоке. Мне кажется, больше всего в шоке из всех, кому видели, сегодня был таксист. Да, короче, это, если вы хотите снимать пранки, как вы удивляете родственников, которых давно не видели, сотни тысяч лет, не снимайте. Это не работает им по фонарю. Ну, короче, мама стесняется. Камера немножко. Ты как, ты медийный человек, мам? Ну, нет. Интересно, они удивятся, если им бабка. Всем давайте еще один из них. Сколько? Давай, давай. Ну, потом, давай, потом. Ну, мы вот чай хотим. Короче, мама немножко стесняется. Ее понять можно, она не медийный человек, как говорит моя мама. Но мы здесь, чтобы исполнять мои хотелки. И я свою хотелку очередную я хочу отдать маме. Надо только узнать, что она хочет. Слышь, мам? Сейчас приходит. Смотри, тут твой лад. Влад, ты где? Вопрос следующего характера. Какие-то мечты, может, имеются? У кого? У тебя? У кого? У меня? Что-нибудь там, я не знаю, в отпуск в Турцию куда-нибудь. В Турции я была. В Турции не хочу, я хочу в Дубай. В Дубай? Да. А есть с кем полететь? Я к нам собираюсь. Реально? Да. Так давай мы купим билеты. Точнее, Влад, он исполняет все мои желания, любые. Реально, надо хоть... Я? Да. И авиасенс. Давай, мам, мы тебе билет подарим. Туда и обратно. Ну, я не знаю, это путевка, там, наверное, включены уже билеты. Ну, давай просто поможем эту путевку, так сказать, оплатить. Да. Нереально. Хорошо. Я сам. Мамы не верят. Ого. Еще одно. Мы таксисту больше дали. Да, конечно. Мам, ну, короче, где-то... Деньги тебе даем. В честь того, что ролик мне весь день дают деньги и те тоже. Да, мне Андрей приказывает, и я делаю все, что он говорит. Ну, короче, сюрпризы, это не наш конек. Ты знаешь, что я не люблю сюрпризы, и меня не удивите. У меня всегда не такое лицо. Мама, вот ты сейчас разодорилась. Ты можешь нормально удивиться нашему приезду? Конечно. Пойдем. Так, цветы вот эти возьмем, папа, губ. Пошли, я сейчас отравлюсь. Все, я типа не заметно снимаю. Нет, ты спеша. Здравствуйте. С этой доставкой венков. Блин, как ты нашел? Держите, в общем, с Новым годом. Я в шоу. Счастье. Офигеть. Скажи, а фонарик? Обалдеть. Ой, ужас. Это, Тань, ужас. Еще дубль? Это ужас. Давай еще дубль. Здравствуйте. Это доставка тяжелая. Блин. Почему я? Не могу. Сыночка, наконец-таки приехал к мамочке. А, стал гонять, скажи. Я в шоке. Я тоже. Блин, как ты так в маке не замерз? Замерз. Короче, внимание, это самый дорогой номер в Ставрополье. Самый крутой номер в Ставрополье. Кстати, я включу свет сразу. Ну, пока не впечатляет, мы посмотрим, что это ждет дальше. Ахуеть. Сидишь, срешь и смотришь. Ахуеть. Это я, да, тут сплю? Ахуеть. Королевская шата. На. Здесь Влад будет митипать. Смотри, чувак, жесткая огромная плазма. Это самая большая плазма во всем Ставрополе. Он тоже, давай, где ими. Ладно, ладно, есть еще одна. Еще одна есть. А. Ба. Ла. Че он? Здесь баня? Баня в номере, блядь. Чувак, ты как-нибудь видел баню в номере? Смотри, с окном. А вы вообще осознаете, какого размера этот номер? Просто пи***ц. Просто огроменный, блядь. Не заканчивается. Вот так сядем и просто с каким кайфом ТНТ-4 будем смотреть. Если вы владелец отеля, баня в номере, это пи***ц. Баня в номере, это самое неожиданное, что может быть в номере. Ребят, я заплатил за этот номер 25 тысяч рублей за сутки и буду спать вот здесь. Может вон там, для прислуги. Ну погнали, че твою бабушку сейчас уничтожать будем? Следующая остановка бабушка. Вот, я вот этого я прям боюсь. Короче, мы приехали. Поселок, родной поселок Андрея. И сейчас находимся в доме его бабушки. Я переживаю, не знаю как. Я тоже не говорю, что я. А что ты от этого переживаешь? Не, ну вообще, вот это на кого дитя похоже? Вот, вот этих бабочек, вот этих так чертиков убери. Хорошо. И приедешь бабушке с чистыми ручками. Это реально зло, я считаю. Я тоже, Влад. У тебя тоже есть такая фигня? Нет, нету. Нету? Молодец. Вот, молодец, с него пример бери. Давай, Андрюш, вот. А нам то, что Влад г***ь, как ты к этому относишься? О, какой там гей, я не верю, что он г***ь. И даже, что и мне его там опозорилось, это блоге, что на всю Европу. Там ее в соцсетях по-разному. Там говорят даже гей были. Были. Влад там был. А этот пришел в одном носке. Это дурак вообще. Вы есть, Андрюш? Да. Короче. Блин, номер просто оху... Клевый день подходил к концу. Слава богу, у нас еще есть второй день. В целом, я вам раскрую тайну. Блогеры, когда говорят 24 часа, они немножко врут иногда. Мы заканчиваем этот день и приступаем к следующему. Завтра просто погуляем в моем родном поселке и поедем к папе на дачу. Жестко тусить и пить самогон. Кстати, как вам такой вот более-менее влоговский формат в стиле... Или старого влог-склада? Я вот даже не знаю, что мне нравится больше. Всякие эпичные шоу с крутыми призами, там, с гостями. Или просто вот такие вот, как это сказать, срезы жизни. Я не знаю. Кстати, если кто из вас из Ставрополя, или из Рызьвянова, или из Ставропольского края, пишите в комментарии. Обязательно, обязательно, если хотите, не пропускать наши стримы, наши какие-то приколы, розыгрыши, подробности, анонсы. Тогда обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Плюс 70. Как я люблю баню, это просто... Блин. Но круче баня только джакузи. Ну и подписывайтесь на канал. Короче, мы должны сегодня выезжать в Сочи. У нас тут просто повсюду, все МЧС, все ГАИ. Все нам предрекают, что дороги перекроют. И что мы застрянем здесь на очень долго. Потому что сегодня какой-то аномальный снегопад. Как тебе перспектива застрять Рызьвянов на Весенре? Мне вообще не нравится такая перспектива. Но Андрюха говорит, что все будет нормально. А я ему говорю, что если нет, то мы пойдем пешком. А идти пешком в 30 часов. Понял, Андрюха? Тут, короче, такая ситуация, то что все местные, ну, все мои родственники, они склонны к небольшому привлечению проблем. Когда проблема не такая большая, они ее немножко раздавают. Вот просто мы, мама, папа и все предрекают, что тут не то, что дороги перекроют, а что тут апокалипсис, что дороги навсегда заледенеют. И все, и белые ходоки нападут. Все, успокойся, говорю, хватит. Все нормально будет. Короче, а я думаю, что все будет окей. Но вы в видосе скоро узнаете, пошли ли мы пешком с теннисными ракетками на ногах. Короче, кота моего, я 8 лет с ним жил, он сейчас живет у какой-то тети, мы к этой тете заехали, чтобы я просто кота этого увидел, с которым я вырос, Наруто. Он тут как генерал жил, а ходил. Развольте? Смотри, ты мне взвольте. Приходите. Здравствуйте. Теоли, ты моя, Юля, ты как генерал. Вот. Мадон. Ой, гадоник, хорошо. Наруто. Ну, такой, что... Нарутику накормим хочу. Ой, да вы нам уже столько давали. Это не вам, это Нарутика. Наруто. Ну, серьезно, серьезно, конечно. Реаль, хотела бы, хотела бы. Короче, вот уже спустя час все разговоры только о том, что перекроют дороги. Тут уже все заметает в юге. Едем со скоростью 2 км в час. Шансы, что мы здесь застрянем надолго, ну, они увеличиваются только. Просто едем как в фильме ужасов. Я вам сейчас, Влад, подснимет дорогу. Есть ощущение, что мы приехали не в Ставрополь, а в Мурманск. Отсюда невозможно выбраться ни на этой машине. Никак. Офигеть. Сейчас резко становится минус 14 через час. Я считаю, что мы не уедем, давай поспорим. Я считаю, что мы уедем. И там еще 5000 к тем 700, что я добавил сегодня. Андрей сказал, там это Ставрополь, там тепло, одевайте не так уж и жарко, чтобы тебе было. Батут. Батут. А он мне... Чувак, дай камеру. Это очень странно. Сейчас прыгаешь по снегу, офигеть. Это как будто очень эластичный сугроб, чувак. Охренеть. Мой пес, которого я завел, пришлось не знать его папе. Как и всех моих животных, я отдал тем. У нас экскурсия по брошенным животным Андрея. Это как будто Бродевича машина, посмотри. Нормально здесь дискотека вообще? А вот это... Вот здесь что? На сколько денег? Просто Андрей научил меня Майнкрафт, и я теперь могу очень круто шутить по-майнкрафтовски. Андрюх, за сколько бы искупал? У нас тут... Тут? Да. За 500 тысяч. Столько нет. Влад рыхлый? Нет. А курицы в такой температуре вообще живут? А там тепло, наверное, у курочек, да? Офигеть. Я не видел никогда, сколько курицей сейчас. А, вон, нет. А петух всегда один должен быть? Значит, это получается все его девчонки. Это, кстати, примерно такая же картинка у меня в университете была. Я был один, и вот тут. Все, у вас тут новый петух, закрывай. Покажи, если курицу не трогал. Вот это, хлопья летят наверх. Ну-ка, давай, поваливаемся. Такая тема, вот, 7 лет меня здесь не было. Эта дача, в ней даже мебели не было. Когда я последний раз тут был, папа очень хотел, чтобы я приехал. Это была главная мечта всей жизни. А если пообщаться, то и я счастлив. Мне такой, что он купил. Ого, это кто? Кровый. 19, 18, 18, 18, 17. Что, есть какая-то необходимость, что-то на что-то копить и может быть? Ты скажи, что ты хочешь, и я тебе отвечу. А что металлодетектор, ты что? Да, Лиза Гордеев на день рождения подарила. Ну, а тебе лосик. Андрей, это вам на дорогу. Куда на дорогу? Ты знаешь, какие мы богатые стали? Вот сюда камин поставлю. Реально? Да, печку. А хватит сотки? Ну, может быть, не хватит, но... Здесь все завязано на электричестве. Меня это не очень радует. Мы с Гордеем один раз в машине ночевали вот здесь под навесом. Погода вот примерно такая же, только ветер в два раза сильнее был. Снег, ветер сильный и мороз. А что в доме, мне не безопасно, что в машине? И обрывает, ветка падает в забильном на провода. И в три часа ночи я слышу, как все батареи пик-пик-пик-пик. Ну и температура за полчаса начинает резко падать. Гордеев, ты в курсе, что майки носить, это мой стиль? Ты на что-нибудь копишь вообще? На кошку. Сколько у тебя? У меня 5 тысяч. 5? Почему меня обманываешь? У тебя не 5 тысяч. У тебя 10. Держи. Нет, нет, нет. Это тебе. Это тебе на кошку. Мне деньги. Какой скромный. Бери, когда дают. Это наш подарок с Андрюхой. Тебе. На кошку. Только сфоткай, потом кошку нам отправят. Гордея, они не фальшивые. Так. 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 Идите, пожалуйста. Генератор случайно действий. Кому-то искренне насрать на деньги оказалось. Это как-то. Что за ты в детстве? Кстати, если кто-то из школы Гордея смотрит наш канал и узнал сейчас Гордея охранять его, чтобы ни одна муха не притрагивалась к Гордею, я лично буду проверять. Вот это, вот это хорошо. Нет, это просто перед казино. Вообще сколько людей в казино приходит после самогонки? Если мы выиграем деньги в казино, куда мы их потратим? А давай мы их прям очень тупо потратим. Смотри, мы поставим сейчас 100 тысяч и сможем выиграть 200 тысяч. Я хочу их потратить так, как бы мы никогда в жизни не потратили, если бы мы просто заработали сами. Может быть президентский люкс в Сочи снимет. Самый дорогой номер в Сочи за 100 тысяч? Да. Но это если мы выиграем. Если проиграем, то просто грустно пойдем. Да, все равно. Взбив в экономию. Я, Влад, при тебе говорю. Я всегда умею признавать свои ошибки. У меня в жизни была одна, на мой взгляд, самая большая ошибка. В свое время, когда Андрей подал документы на рекламу и кино, я настоял на то, чтобы он пошел в луки. Ну вот я тебе, может, сейчас очень сильно сломаю всю твою драму, но мне настолько насрать, что я выяснил. Нет, нельзя. У меня идеальный путь вообще просто, и шикарный был. Ну, дело в том, что нельзя никогда человеку запрещать самую инициативу. Выпьем за самую инициативу. Они сидят и смотрят. Приходят четыре мужика, голых. Твою мать, ну по-русски сказали. Без купальников, нахуй. И он в кожаном плаще вокруг этой бани идет. Открывает дверь. И эти французы как ломанулись. Так, заходите. Как говорит Миша, сейчас начнется полный п***. Я не парюсь, чувак. А я парюсь. Все будет просто, ну, полный п***. П***, я не парюсь, блядь. Просто домой. По улице минус портил. Просто было так жарко, что мы на улицу не ради понтов зашли. Мне надо погреться. Слишком холодно. Я выгляжу как бандит. Все хорошо, мы немножко пьяненькие. После бани с батей садимся на поезд. Мы доехали. Тема с уничтоженной дорогой преувеличенная оказалась. А вот это вайб. Проходите. Здравствуйте. Залетайте, высококомфортабельный вагон. Хубарц, юбарц. Для двух высокопоставленных персон из Москвы. Короче, чилим, а потом уже... Прошли пикапить. Какой пикапить, чувак? Мы в Сочи, Андрюха. Там такой крутой вид сейчас был. И ты храпел, чувак, всю ночь. Знаешь, как охуенно чё я делал? Чё, чё, чё. Реально? Жёстко храпел прям? Ну, на восемь, десять. А горилочка сколько храпит? На тысячу из десяти. На тысячу из десяти. Мы в Сочинском казино. Это абсолютно легальное казино для взрослых людей. Кстати, два года назад мы здесь были и выиграли. Воспоминания об этом прямо сейчас. И я понимаю, что я выигрываю с пятёрки 175. Я выигрываю на цифры. Я угадал цифру. Сейчас мы поставим остаток денег, которые Влад рассчитывал. Говорит мне, да? Если приумножим, то мы сразу летим в Дубай. А если проиграем, то сразу летим в Москву. Чтобы выиграть в казино, надо посоветоваться с лучшими в этом деле. Здравствуйте, мы к вам засоветуем начальство. Цифра от одного до тридцати шести. Понятно, что ты не присутствуешь. Не так эпично будет. Ну, и не так ты почувствуешь. Эту долю везения мы, может, не получим твою, но вдруг сработает. Да, есть доля зимняя. Да, цифра от одного до тридцати шести. И либо красная, либо black. Семь. Семь – это красный. Семь – красный. Красная. Хорошо. Как думаешь, вообще, ставки наши, ну, шансы есть? Сто процентов. В казино всегда все выигрывают. А мы только раз. Мы больше не будем. Одну ставку, и мы тебе это напишем или перезвоним, или сфоткаем чек в зависимости от нашего настроения. После обеда время до депа. Ооо. Если что, это для казино. Можете пиджак. Да? Я так и понял. Он приносит удачу? Нет. Да. Там нельзя снимать. Там нельзя снимать, да. Поэтому мы будем делать это либо очень мало, либо вообще не получится. Ну, короче, посмотрим, что будет сейчас. Ну, короче, из-под тяжка. Возможно, какие-то кадры выйдут у нас в телеграм-канале. Вообще, может, вся сцена с казино выйдет в телеграм-канале, потому что это… Запрещу ручки. Да, для взрослых. Дамы и господа, к сожалению, в казино запрещено снимать, поэтому мы зарисовали наш поход в казино в стиле аниме. Ведь именно так это и ощущалось в тот момент. Пьяненькие и сексуальные, мы завалились в казино. Это был мой третий джин за сегодня. У Влада двенадцатый. Мы подобрали нужный стол. Осталось только выбрать all-in на красное или на черное. Мы решили довериться Косте плохому парню. Эти секунды, пока крутилась рулетка, они длились в вечность. И… Красное! Да! Мы удвоили ставку! Мы забрали ставку и свалились в казино довольные и счастливые. Потому что казино – это плохо. И только легальное казино можно ходить. Запомните, пожалуйста, и никогда не посещайте казино. Вообще никакое, кроме легального, и то раз в год максимум. Субтитры сделал DimaTorzok